Виктор Дмитриевич, Ваша цель присутствия здесь и какова есть проблема для товаропроводящейся теоретической федерации? Ну, прежде всего, хотелось бы сказать об основной проблеме, которая больше всего волнует Генеральную прокуратуру. И, в принципе, мы выполняем распоряжение государства, занимаемся проблемой и дебиторской задолженности. Это основная на сегодняшний день проблема, которая волнует Генеральную прокуратуру. Конечно, здесь очень много разных нюансов проблем, но мы стараемся их решать, и в том числе совместно с нашим посольством Республики Беларусь в Российской Федерации. И это по инициативе посольства здесь организована встреча с представителями товаропроизведящих сетей на два дня, с представителями продовольственного сектора и промышленного сектора завтра. Вот мы постараемся обсудить эти проблемы, высказать свои, как бы, те претензии, которые у нас накопились, выслушать их какие-то проблемы, ну и постараться помочь, вернуть деньги в бюджет Республики Беларусь. Когда говорят дебиторская задолженность большая, то всегда как-то подразумевается, что там есть какая-то криминальная составляющая. Насколько это верно? Безусловно, не секрет, что изначально при решении вопросов, связанных с внешнеэкономическими договорами, связанными с поставкой продукции, изначально уже есть вопросы недобросовестности, как со стороны покупателя, так и со стороны должностных организаций, предприятий, которые производят эту продукцию. Конечно, имеются факты мошенничества, неисполнения судебных решений, преднамеренного банкротства. Со стороны органов прокуратуры Республики Беларусь и иных правоохранительных органов принимаются самые жесткие меры по недопущению коррупционных схем, криминальных схем, которые препятствуют возмещению оплаты за поставленную продукцию и по причинению иного вреда нашим предприятиям и государственным первым учредством. На сегодняшний день в производстве правоохранительных органов Беларуси по фактам злоупотребления и служебных полномочий, превышения должностных полномочий расследуются более 20 уголовных дел в отношении таких нерадимых должностных лиц, которые путем, наверное, вот этих нарушений закона пытаются, наверное, заработать такими образом честные и честные деньги, в первую очередь, конечно, для себя. Это, безусловно, огромнейший вред нашему государству, нашему предприятию. Насколько вообще эта большая проблема, насколько большая проблема дебюторской должности имеется в прокуратуре? Насколько серьезная? Ну, конечно, это серьезно, потому что это напрямую зависит, напрямую связано с пополнением бюджета и, конечно, это напрямую связано с устойчивостью экономических предприятий, организаций Республики Беларусь, поэтому в этом смысле это большая проблема. И она, конечно, должна решаться совместно, и мы ее так и стараемся решать совместно со всеми заинтересованными лицами, с министерствами, ведомствами, концернами, ну, в целом с правительством Республики Беларусь. И я скажу, что у нас есть определенные побежки в этом плане, есть определенные успехи. Конечно, говорить о переломной ситуации на сегодняшний день пока еще рано, но в то же время есть обнадеживающие моменты. Нам надеждают, прежде всего, что нам удалось, прежде всего, к генеральному прокурору Республики Беларусь, к генеральному прокурору Российской Федерации. 30 июля состоялась совместная коллегия генеральных прокуратур, на которых были выработаны решения. Она была в целом посвящена только этому вопросу дебиторской задовольности. И, соответственно, работать совместно и слаженно с правоохранительными органами Российской Федерации нам гораздо проще решать эту проблему. Скажите, еще, вот как генпрокуратура Беларусь относится к тому моменту, что в России на рынке понятна такая ситуация. Никто не работает по предоплате, все работают за срочки платежа. Вот это большая проблема. По-другому работать, конечно, нельзя. Так прокуратура с пониманием относится к беларусьному промышлению? Конечно, в этом случае мы относимся с пониманием. Мы стараемся, те вопросы, которые вносят чисто экономический характер, они, конечно, не являются рассмотрением генеральной прокуратуры. Прежде всего, нас волнуют те моменты, которые говорил Игорь Светланович по поводу противоправных действий должностных лиц, которые в конечном счете приводят к невозвратным заложенствам. Потому что если договор заключен, даже если без предоплаты, но, как правило, эти денежные средства поступают на следующем, на предприятиях. Если же заложена изначально криминальная схема, мошенническая схема, то эти деньги изначально не планируются возвращать. Вот это, конечно, большая проблема. А как уже будут работать предприятия, какую схема они... Это уже дело самих предприятий, министерств и ведомств, которые эту политику проводят. То есть здесь нарушение законности у нее смазывается? Ну, в прямом виде, конечно же, нет. Скажите, а можно ли как-то определить, что предприятие не собирается возвращать деньги дебюторские? Как это понять? Есть ли механизмы определения того, что потенциальные мошенники? В первую очередь, мы исходим из того, и анализируя эту ситуацию, мы видим, когда проводится договорная работа, когда изучаются, так скажем, потребители, и когда действительно реальный покупатель может эту продукцию купить и заплатить за нее деньги, здесь безусловно вопросов нет. Если это совершенно не так, и проходит, так скажем, и отсрочка платежа, и когда есть задолженность у предприятия, однако продукция поставляется туда же, и таким образом, видя вот такую финансовую состоятельность того предприятия, который покупает продукцию, реально мы видим, что он не может расплатиться. Поэтому, безусловно, возникают такие риски, коррупционные риски, как мы говорим в этом плане. И, безусловно, мы в первую очередь обращаем на это внимание и принимаем соответствующие меры прокурорского реагирования. Ну, я уже говорил, что возбуждаются дела, но вносятся соответствующие представления должностным лицам, как и вышестоящим, так и непосредственно руководителям. Прокурорами подготоваются соответствующие исковые заявления, ну и реально, конечно, принимаются меры по возрасте задолженности. Уважаемые участники совещанных, я вам рад вас приветствовать, выразить слова благодарности, что вы отреялись на наше предложение, чтобы обсудить текущую ситуацию, актуальные вопросы, менять сомнения, и, самое главное, выработать решения, которые мы могли совместно реализовать в плане активизации наших торгово-экономических отношений с Российской Федерацией. Я также хочу поприветствовать представителей минеральной новой работы, если вы можете, пожалуйста, у нас сегодня на долю Российской Федерации приходится 37% всего экспорта, который поставляется, в общем-то, все товары, которые поставляются за рубеж. Если говорить о структуре экспорта, в этом году на первое место вышла сельхозпродукция, заняв более чем 37%. Традиционно, напомню, впереди была продукция машиностроительной отрасли. У нас совещание, оно проводится традиционно, мы работаем с товаропроводящей сетью, как одним из каналов реализации товаров. Напомню, что сегодня на территории Российской Федерации 177 субъектов товаропроводящей сети с долей белорусского капитала. Из них 45 единиц – это продовольственники. Такие совещания у нас проводятся традиционно, в отделениях, в посольствиях. Мы работаем индивидуально с каждым руководителем ТПС. Сегодня задача – подвести итоги работы и рассмотреть один из таких вопросов, как дебюторская задолженность. Надо сказать, что мы привязаны с общими тенденциями на рынке. И сегодня в Российской Федерации непрадежеспособность в обрабатывающей промышленности, например, увеличилась в 1,6 раза. У нас общая дебюторская задолженность увеличилась больше, чем на 30% с начала года. Поэтому данный вопрос был и остается предметом особого внимания сотрудников ТПС и руководителя посольства. Сегодня мы пригласили сюда представителей прокуратуры, которые выступят. И я думаю, что по итогам совещания будут обозначены задачи, которые необходимо будет обеспечить их выполнение до конца года. Хочу сказать, что с дебюторской задолженностью мы пытаемся работать творчески. С российской стороны пригласили Ассоциацию коллекторов, которая оказала нам содействие в подготовке методических рекомендаций. И они сегодня будут переданы субъектам до проводящей сети. Как не допустить просроченную дебюторскую задолженность? Скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к созданию особых экономических зон союзного государства? И какие на Ваш взгляд... Я думаю, что союзное государство сегодня подписан и работает план Российской Федерации и Республики Беларусь по снятию торговых барьеров. Задача состоит в том, чтобы окончательно снять все имеющиеся торговые барьеры и обеспечить свободу передвижения товаров. И, в общем-то, это и есть свободная экономическая зона союзного государства. То есть, Вы хотите сказать, что на всей территории союзного государства... Да, она должна быть, потому как мы должны обеспечить свободное участие и в государственных закупках, и той, и другой стороны. И в программах импортозамещения, которые сегодня вышли на первый план. И в этом состоит основная задача. Спасибо.